здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу похвастаться своими новыми покупками которые я приобрела посетив выставку в питцбурге вот такие дендробиемы я приобрела вот этот называется сноуфлейк который переводится снежинка шикарное здоровое растение вот этот дендробиум называется деликатум деликатный растение выглядит очень интересно похоже на стволы пальмы у него псевдобульба утолщенная у основания и затем тоненькая наверху вот здесь растет у него детка и выглядит так что скоро он выбросит цветонос мой следующий дендробиум это подмороженный закат так я перевела его название frosted on что интересно у него у него ворсистый ворсистая псевдобульба но светит он по типу нобилы видите вот это старые цветоносы вот это миниатюрный дендробиум мини дендробиум мини purple фиолетовый следующий красавец дендробиум это дендробиум cover violet gold который скрещен с дендробиум спешиозу маня его можно перевести как cover violet gold золотая фиалка если он скрещен с дендробиум спешиозу который есть моей коллекции то вот у него цветонос покажется кстати даже может быть уже очень скоро к весне смотрите какая толстенькая здоровенькая красота следующий мой малыш дендробиум принцесса и же азиатская принцесса вот такой неприхотливый легкие выращивание вы знаете как тяжело приноровиться выращивать ванду вот купила малышку называется ванда south east beauty южно-восточная красавица скрещенная мэри кармелла совсем еще малышка поставщик сказал что едет цветение лет пять будем ждать моя следующая покупка это силоджини лактея силоджини лактея можно перевести как молочные очень популярный а силоджини крестата вот этот цветет необыкновенно красиво белыми цветами силоджини это орхидея прохладного выращивания и если у вас есть место на окне самое холодное место но к тому же очень яркое то поставить его нужно именно туда теперь полюбуйтесь на мою новую забыла название это бюро гиера нелли айсла свис бюри это гибрид из семейства ансидиумовых коммерческое название у него камбрия но этих камбрии очень много и и они все разные камбрии не очень сложно выращивать они растут при комнатных температурах конечно влажность хорошо бы чтобы было повыше для них в родителях у этой камбрии это ансидиум и но конеопсис светом требуется яркий можно и притяненные пахнет она очень слабо я бы сказала напоминает мне какую-то смесь розы и лимона вот такая свис бьюти шведская красавица у нее кстати а есть несколько медалей а вот такая камбрия вот такой мелконеопсис я приобрела шикарный гибрид его вывели на гавайях называется он мелконеопсис мою мест golden gate что в переводе означает золотые ворота у него очень красивые лепестки с таким как бы водопадом очень красивые его не сложно выращивать в комнатных условиях в природе его родители растут в очень влажных местах поэтому конечно нужно всегда следить чтобы субстрат в горшочке оставался влажным цвести он может в любое время года обычно цветет два раза в год вот здесь новый цветонос у него цветы не пахнут и держится 6 8 недель свет ему требуется не очень яркий очень хорошо выращивать как комнатное растение вот этот малыш наверно многие узнали его он вот с такими четырьмя цветочными стрелками это знаменитая инсидиум twinkle snow princess снежная принцесса вот такой здоровенький он сидим теперь посмотрите вот на эту красавицу это бенфилдора у нее в родителях адонтоглоссум и брассия именно от брассии она получила такие цветы напоминающие звезды напоминающие звезды его держать нужно в очень ярком освещенном месте поливать так же как ансидиум довольно часто больше плевать и конечно летом меньше зимой сейчас на нем 14 цветочков вот такая красивая нижняя губка кучерявая он не пахнет запаха нет у этой орхидеи вот еще одна мельтуния называется мельтуния bird field айлин у нее тоже есть медали это растение без цветоноса тем более будет интереснее его получить и и и и и и и и и Продолжение следует...